Спецназ ВДВ начал осваивать новую для себя японскую технику рукопашного боя. Впрочем, с русскими корнями. Владимир Косицкий о секретном оружии наших десантников. Рукопашный бой – эффективное средство каждого спецназовца или разведчика. Его приемы используют, когда бой переходит в фазу непосредственного контакта с противником. И в этом поединке смертельным оружием может стать любой предмет, попавший под руку. Палка, камень, естественно. Если это где-то в какой-то здании, табуретка, ну и все прикладные, что у тебя есть. Нож, автомат. И вплоть до того, что даже фляжка воды можно плеснуть так и глаза повыдевать. С помощью таких приемов в одно мгновение можно шоковым, травматическим, а то и смертельным воздействием подавить противника. Рукопашный бой – универсальный вид единоборств, вобравший в себя лучшие наработки признанных мастеров самбо, джиу-джитсу, харате, дзюдо, тэхквондо, великоримской борьбы и вольной бокса. А владеть им ох, как непросто, а обучают особой технике рукопашного боя настоящие подвижники, которые постоянно ищут новые приемы, аккумулируют лучшие достижения всех боевых искусств. Так, в тренировочный зал прославленного 45-го полка спецназа ВДВ вместе с инструктором Алексеем Лайковым попала японская борьба Ниппон-кемпа и Тошу-какута. Японцы собирают, и, в принципе, они отбастуют от нашего бывшего самбо. Мы уже привезли сюда на Пуль-кемпа и Тошу-какута как единственное военное искусство, где остался штыковой бой. А эта вещь просто уникальная. Всегда русские слависти на своем штыковом искусстве на штыковом бою. Богатейший опыт рукопашного и штыкового боя был накоплен бойцами Красной Армии в годы Великой Отечественной. Но бурное развитие техники в послевоенные годы, реактивные самолеты, ракетно-ядерное оружие привело к тому, что развитие рукопашного боя стали придавать все меньшее значение. А ведь опыт уходит вместе с людьми. В процессе Хрущевской оттепели, реформ и перестройки и так далее, все это потеряли. А у японцев осталось. И факт то, что осталось наше, осталось русское. Ведь наш штыковой бой, первая русско-японская война, 1904-1905 года, японцы видят, что наш штыковой бой – это страшная вещь, да? И взяли на вооружение к себе. Любая борьба – это боевое искусство со своими приемами, законами, психологией и нравственными установками бойцов. Все это передается непосредственно от учителя-ученика. Исмаил Бабабеков учился в Японии у великих мастеров-основоположников Ниппон-кемпа и Тошу-какута. В России тоже появились энтузиасты этого вида, создававшегося когда-то для японской армии, как симбиоз боевых искусств с оружием. Теперь и у нас стали проводить соревнования. То есть, если у Тайквон-до есть свой почек, видно на соревнованиях – это Тайквон-до, это карате. А Ниппон-кемпо больше было похоже на тот же рукопашный бой, который есть в России. Для армии и конкретно спецназа ВДВ Ниппон-кемпо подходит идеально. Эта техника предусматривает использование предметов от автомата с тренкнутым штуком до простого ножа или палки. Сегодня мастер седьмого дана Исмаил Бабабеков и представитель Федерации профессионального рукопашного боя Алексей Лайков передают свои знания и навыки инструкторам. Те же, в свою очередь, пополняют боевой арсенал разведчиков и спецназовцев. Причем важно не просто научить, а довести каждый прием и удар до рефлекторного уровня. Настоящий спецназовец должен биться в рукопашную без тормозящих эмоций и чувств, а воля воспитывается через преодоление страха и боли в поединках с более сильным противником, в роли которого во время тренировок может выступать инструктор. Принцип рукопашника прост. Удача длится не больше секунды. Выделяя на дистанцию поражения, ты обязан на одном дыхании обработать объект так, чтобы он либо умер, либо оказался скучным, не успев понять, что, собственно, с ним произошло. Этот принцип действует и на татами, и в бою. Она длится считанные секунды. Тут или ты его, или он тебя. Мастерство бойца не таблица умножения, которую выучил один раз и на всю жизнь. Спецназовцы на своем опыте знают, стоит день не позаниматься и сам видя, что не в форме. Неделю заметят спарринг-партнеры. Но через месяц лучше вообще отказаться от поединка. Поэтому здесь никого не надо заставлять и уговаривать. Это же просто любые какие-то простейшие приемы, пользование ножом, штык-ножом, саперной лопаткой, естественно, нужно иметь. Мне кажется, это очень нужная вещь. Тем более в таких войсках, как у нас, в спецназе, это очень важно. Физподготовка и рукопашный бой воспитывают настоящих воинов, в руках которых любой предмет становится серьезным оружием. Ну, как бойцу спецназа, это просто, считаю, неотъемлемая часть боеподготовки. Потому что наряду с огневой подготовкой, со знанием специальных предметов каких-либо, я считаю, что, ну не только я и мои товарищи, что необходимо, как бы сказать, культируйовать и возводить в ранг такой вот. Это ножевой бой. Да и пипасы могут закончиться, а нож у разведчика будет всегда. Такая подготовка объединяет людей, преданных делу, готовых выполнить любую поставленную задачу, за которую можно было бы поручиться на все 100%. Это и есть спецназ ВДВ. Владимир Косицкий, Василий Гуманов, Вячеслав Амилютин. Программа «Стужа России». Телеканал «Звезда».